Не смотря на то, что температура за окном протягивает опускаться, в регионе началась подрыхтовка до посевной. Аграры закупляют удобрения, а в майстернях ремонтуют полевую технику. Марина Северянова побывала на химическом заводе и в Гомель-Абл-Агрокомплекте. Как доведаться, как там урыхтуются до сельскохозяйственного года. Вот этот грузовик насыпают удобрения для палетков меньшины. Машины подъезжаются одна за одной. Аграры хорошо понимают, что когда до хлеба относятся с хлопотом, она отплатит добрым уроджаем. А в прошлых годах 5 господарки все больше активно закупляют необходимые для уродливости палетков химичные элементы. Белорусские аграры набывают переважно аммофосы и суперфосфаты. Замежены еще и азотно-фосфорно-калийные удобрения. Летость на внешнем внутреннем рынке была продадена рекордные миллион тонн продукции. Каля 700 тысяч тонн отправили замежы краины. Остатные – у белорусские регионы. В уголе рост экспорта за в прошлых годах склал каля 30%. А вытворчность продукции взросла на 20%. Радует еще тот факт, что у нас за последние годы, в принципе, последние 5 лет стабильный рост идет поставок на внутренний рынок. Но это прежде всего плодородие почвы, оно обеспечивает и продовольственную безопасность страны. Что касается экспорта, расширяем, постоянно расширяем ассортимент. То есть количество марок, поставляемых на экспорт, дифферсифицируем по странам. То есть за прошлый год более чем в 17 стран осуществлялись поставки. Едем у агрогородок Яромина на Гомель Абл Агрокомплект. Для первого заковика майстри повинны адрамонтовать всю неосправную сельгазтехнику, какую доставили господарки регионам. Свои черги чекают свыше 30 одинок. Есть еще один керунок деятельности, который появился тут три года тому. Сборка агрегатов для продажи на другом рынке. Вот этот трактор МТЗ-3022 восстановлен нашими специалистами на вторичный рынок. То есть мы выкупили узлы агрегатов, отработавшие в хозяйствах, восстановили его. Состояние его аналогично новому. Причем гарантия еще один год. Значит, цена восстановительного работы по этому трактору – 120 тысяч. Ну, 120 тысяч для сравнения – это 45% стоимости нового. Новый стоит 310-315 тысяч. Куда отправиться и когда этот трактор? Этот трактор будет отправлен с наступлением положительных температур. Мы его отправляем в Рогачевский район Заболочь. Кабрамонты и обслуговывания агрегатов были якостными, для специалистов проводят навучание в формате видеоконференции. А еще селета предприятия презентует новый вид работ. У допомогу аграриям тут створят механизованный отрат по унесению минеральных удобрений. Для этого, да и существующие, не были додатковую технику. Механизованный отрат станет справедливым вырабатыванием для господарок, которые не будут поспевать справляться с полными полевыми работами в необходимые термены. Все решают технологические сроки. Технологические сроки внесения, обработки. Это, конечно, влияет на урожай. То есть, получается, если кто-то не будет справляться успевать, обращаются к вам, вы выезжаете с техниками? Да, конечно. Конечно, многим не хватает техники, не справляются наши сельхозхимии, которые у нас имеются. Техника устарела, все. Ну, у нас нашлась возможность, ситуация для приобретения этих машин. Я думаю, что это будет хорошая подспорь в нашем регионе, здесь Гомельщины, чтобы оказать такую услугу. У планах развития ОГТГН керунку, для чего набудут и другие виды сельгазтехники. Пока уже самое важное, да и осны, адрамонтировать усе агрегаты, которые находятся у майстернях предприятий. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, Телерадо, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова